Продолжение следует... Наши функции будут определены в областях, но только теперь уже многомерного комплектного пространства. Соответственно, одна комплексно-значная функция нескольких комплексных перемен. Ну, с такими встречаются все. Например, известные арифметические действия — это функции ровно такого плана. Сложить, умножить. Мы хотим сказать, какие функции мы признаем, представляющие интерес для комплексного анализа. Это, значит, хотим сказать, что такое гламошная функция. Гламошная функция одного комплектного переменного мы вводили с помощью цепочки эквивалентных определений. И, значит, по этой цепочке мы в каком-то виде сейчас пройдемся. Давайте мы восстановим старую цепочку. Мы стартовали с существования комплексной производной. Потом у нас был интеграл по замкнутому контуру равен нулю, то, что называется интегральная теорема Каши. Потом у нас была интегральная формула Каши. Потом у нас было разложение в ряд в окрестности каждой тучки. А потом выяснилось, что ряд имеет комплектную производную. Все замыкалось. И вот было что-то в таком духе. Давайте вот эту первую... Итак, будем стартовать с того же самого места, то только я вам напомню, что существование комплексной производной, как вы помните, было эквивалентно... Эквивалентная форма того же самого – это существование полного дифференциала и уравнение Каши-Риммана. А уравнения Каши-Риммана означали не что иное, как то, что дифференциал есть комплексно-линейная функция. То есть дифференциал, полный дифференциал нашей функции имел вот такой вид. А если бы не было уравнений Каши-Риммана, то там бы возникла еще дополнительная слагаемая линейная позадочертовка. Если мы воспользуемся этой формой, то ее без труда мы превращаем в... Итак, с точки зрения вещественных переменных мы находимся в пространстве 2n вещественных переменных. Соответственно, у нас... Иксы и игреки. И пользуясь тем же самым формализмом, собственно, как мы переходили от дифференциалов под иксом и игреком к дзетом и дзетом чертой. С помощью простой замены, позволяющей выразить... Значит, dx и dy через дзет за чертой, известным образом. Это все остается в силе. Это можно сделать для каждой координаты по отдельности. И тем самым функция, имеющая полный дифференциал в вещественном смысле... А в вещественном смысле такая функция представляет собой отображение 2n-мерного пространства в двумерное. Но, пользуясь комплексной арифметикой, мы можем записывать f не как пару вещественных функций, а как одну комплексно-значную функцию, что мы и будем делать. И после этого замечания я могу написать совершенно так же, что этот дифференциал будет представлен... Значит, вот такой суммы. По каждой координате мы делаем то же самое, что мы делали раньше. Мы видим, что полный дифференциал распадается в сумму комплексно-линейного выражения и антикомплексно-линейного выражения. Значит, это обычно обозначается... d-круглая от z, а это d-чертотельная от f. То есть, гламорфный дифференциал, гламорфная часть дифференциала и антигламорфная часть дифференциала. Ну и тогда, если мы хотим, чтобы дифференциал был комплексно-линейным выражением, то мы просим, чтобы вот этого слагаемого не было. Это и есть... А это условие в точности означает, что нет ни одной из этих частных производных, а это в точности есть уравнение Каши и Риммана по каждой отдельной переменной. Итак, мы начинаем с того, что мы просим, чтобы дифференциал нашей функции совпадал с комплексным, а вот этой самой антикомплексной части вообще не было в помине. И так в каждой точке нашей области. То есть, как и здесь мы требовали наличия комплексной производной в каждой точке, так и так. Там мы требуем это условие в каждой точке нашей области. Легко понять, что если мы находимся в окрестностях какой-то точки области и зафиксировали все переменные, кроме одной, и рассматриваем одномерную комплексную плоскость, где меняется эта одна единственная переменная, то мы получаем функцию голоморфную в старом смысле этого слова по этой комплексной переменной. То есть, наше требование автоматически означает голоморфность по каждому комплексному перемену. ну и наличие полного дифференциала по совокупности переменной. Значит, двигаясь дальше, мы... Давайте, значит, немножко изменим наш маршрут и вместо... Мы пропустим пока второй пункт и сразу обратимся к третьему. И получим некий аналог интегральной формулы Кашин следующим образом. Но поскольку мне нужно место, я тогда все-таки это сотру, а это у вас останется. Вот так вот. Итак, вот наша картинка. Мы находимся в окрестности какой-то точки А из нашей области. Пользуясь голоморфностью по первому переменному, считая все остальные переменные фиксируемыми, мы можем написать интегральную формулу Каши по первому переменному для обычного круга с центром в этой точке какого-то радиуса R1 такого, чтобы этот круг помещался в той части этой плоскости, которая остается в пределах этой области. Ну и, соответственно, мы получаем... с таким же успехом мы могли бы воспользоваться какой-то произвольной формой, взять какую-то... воспользоваться интегральной формой Каши в полном объеме, то есть нарисовать там какую-то область с кусочной там гладкой границей, так что можно применять интегральную форму Каши. Давайте я действительно скажу, что все именно так и происходит, и тогда интегрирование будет по границе этой самой области D1, которая находится в плоскости переменного Z1, да? То есть это одномер. Вот без индекса это многомерная область, а D1 это одномерная область и, соответственно, вот у нас, конечно, теперь возникает накладка, связанная с тем, что мы вот раньше так бездумно круглым D обозначали границу, а теперь вообще-то вот стандартное обозначение круглой D это гламурсная часть дифференциала. В принципе, границу можно обозначать еще вот таким образом с помощью буквы дельта. Да, да, вот. Ну, то есть все совершенно как обычно. То есть предполагается, что точка Z находится внутри этой области, Z это перемена, которая бегает по границе этой области, ну и так далее, и так далее. применяя то же самое соображение к функции, которая находится в числителе этой формулы по переменной Z2, мы можем написать, представить ее в виде такого же совершенно интеграла Каши, и, представьте, у нас возникнет формула, повторяя эту процедуру n раз, у нас возникнет выражение нашей формулы в виде повторного n-кратного интеграла, да, при этом можно не добычу, здесь множитель будет там возводиться в степень, а интегрировать мы будем по произведению границ. Функция наша непрерывна, у нас в этом нет никаких сомнений, для непрерывной функции справедливого терема Фубиния, терема Фубиния позволяет свести повторный интеграл к кратному, да, поэтому мы повторяю эту операцию, и применяя терема Фубиния получаем окончательно вот такую вот такую формулу, которую естественно назвать кратной формулой Каши, которая похожа на ту формулу, которая была раньше, но у нее есть некоторая особенность, которую я хочу сразу отметить, особенность заключается в том, что даже если переменных всего две, то интегрирование идет не по всей границе области, как это было в одном переменном, а по некоторой его части. Такое маленькое упражнение себе запишите, значит, разберитесь, как устроена граница произведения областей. У нас есть в инмерном пространстве область, которая представляет собой Декартовое произведение некоторых плоских областей. Как устроена его обычная топологическая граница? Но ясно, что произведение границ не является границей. Например, если мы находимся в двумерной ситуации, то граница есть область двумерного пространства комплексного, это область четырехмерного вещественного пространства. Если мы в то время, как граница плоской области, это что-то вещественно одномерное, произведение двух одномерных представляет собой что-то двумерное, но вещественно двумерном, в четырехмерном пространстве ограничить ничего невозможно. Так что это в лучшем случае какая-то собственная часть границы. Произведение границ называется остовом. То есть интегри... Но простейший вариант, когда области это круги, тогда границы это окружности, ну и мы интегрируем по произведению окружности, то есть по н-мерному тору. Так. Это мы приехали вот в третий пункт, минуя второй. Дальше нам нужно двигаться в сторону разложения в ряды. Но здесь мне хочется, поскольку многомерные степенные ряды обладают некоторой спецификой, мне хочется сделать здесь некое лирическое отступление, посвященное именно этим степенным рядам. ну или давайте, чтобы все-таки это не повисало так в воздухе, давайте сначала разберемся с многомерной геометрической прогрессией. Вы помните, как мы разлагали, как получали разложение в ряд в одном комплексном переменном. мы брали вот это самое ядро, то есть вот эту рациональную функцию, которая здесь стоит, и разлагали в геометрическую прогрессию с помощью стандартной формулы. Значит, с многомерной прогрессией все в порядке. То есть если это Проблемы с такими рядами связаны с тем, что они нумеруются не натуральными числами, а наборами натуральных чисел. И поэтому, если в случае, если у нас ряд, номерованный натуральными числами, то есть некий естественный порядок сложения. А в такой ситуации естественного порядка сложения нет, потому что мы суммируем по звеньям решетки, по которым можно ходить и так, и так, и так. Но давайте начнем с простого замечания. Как бы то ни было, если общий член ряда не стремится к нулю, шансов у такого ряда сойтись нет ни в каком разумном смысле. А с геометрической прогрессией ситуация такова. Если хотя бы один знаменатель этой прогрессии не удовлетворяет строгому неравенству, что по модулю он меньше единицы, имеется в виду, что это набор комплексных чисел. Если хотя бы одно комплексное число не по модулю больше, либо равно единице, то у такого ряда общий член к нулю не стремится, и шансов сойтись у него нет. Поэтому мы можем считать, что вот это условие выполнено, поскольку это условие является необходимым даже до уточнения, в каком смысле мы будем, в каком порядке мы будем суммировать, как мы будем понимать сходимость. Если этого условия нет, то ничего нет. А если это условие есть, то прошу заметить, что у нас есть абсолютная сходимость. То есть, если у нас есть абсолютная сходимость этого ряда. Ну и давайте я нарисую двумерную картинку. Тогда мы можем, как разобраться с такой кратной геометрической прогрессией. Давайте будем суммировать по прямоугольникам. То есть, мы будем рассматривать конечные суммы, которые будут устроены так. Это суммирование с ограничением. Один индекс не превосходит какой-то своей границы, и второй индекс не превосходит какой-то своей границы. То есть, мы суммируем по всем звеньям вот этого прямоугольника. После этого, с помощью простого алгебраического рассуждения, мы видим, что такая конечная сумма распадается в произведение, поскольку там будет стоять произведение каждого на каждый, она распадается в произведение двух обычных, в случае двух переменных двух, а в случае n переменных, соответственно, n множителей обычных геометрических прогрессий. Судьба каждой такой прогрессии, значит, нам хорошо известна в силу школьной формулы суммирования геометрической прогрессии. И мы получаем полное понимание того, что при соблюдении этих условий у нас имеется абсолютная сходимость этого ряда. А если есть абсолютная сходимость, то вопрос о порядке суммирования отпадает. То есть, если есть сходимость при каком-то порядке суммирования при этом, то она есть при любом. То есть, с геометрической прогрессией ответ, ситуация вот такая прозрачная. Ну, а в таком случае давайте продолжим наше рассуждение. А рассуждение, собственно, строится абсолютно так же, как раньше. То есть, нужно взять это ядро. Ну, давайте с каждым множителем проделаем вот ровно ту операцию, которую мы проделывали в одном переменном. То есть, вот я взял первый множитель, я с ним поступаю вот таким образом. Ну, вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok Здесь нам удобнее, чтобы формулу мы написали для произвольных областей, а здесь нам удобнее пользоваться этой формулой для круга, поэтому мы полагаем, что у нас все вот так устроено. Субтитры сделал DimaTorzok Это вот тот самый первый знаменатель, который по модулю меньше единицы, если точка Z находится внутри этого круга. То есть точка Z находится к точке Z1, к точке A1 ближе, чем точка Z, которая находится на границе этой окружности. Соответственно, эта величина по модулю строго меньше единицы. Итак, так же обстоит с каждым из этих множителей. С каждым из этих множителей. И поэтому это ядро... В этом видео ядрою. Так же мы будем... Субтитры сделал DimaTorzok Поэтому это ядро превращается... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В силу абсолютной исходимости этого ряда мы здесь раскрываем скобочки Меняем местами порядок суммирования, сложения и умножения Получаем вот такой... Какой вид! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, а теперь вспоминаем, что здесь у нас вообще-то еще стоит наша функция Давайте мы ее сюда поставим, да? Когда она еще здесь появится? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Появится здесь Вот, значит, теперь давайте поговорим, значит, с нашими рядами Но всякий раз, когда у нас есть возможность промажорировать какой-то ряд Абсолютно сходящимся числовым рядом Разве она появится внутри скобки? В смысле, она перед, там, получается, в ряде Да-да-да, конечно, правильно Ну, сейчас, тогда, тогда и здесь давайте снаружи поставим, да? Да-да-да Вот, значит, есть... Значит, смотрите, мы собираемся... Вообще мы планируем сейчас этот ряд проинтегрировать Значит, мы собираемся интегрировать по параметру дзета Все остальные параметры по переменной дзета Все остальное для нас является параметрами Итак, соображение номер один Если у нас есть какой-то ряд Я прошу заметить, что функция f от дзета Как непрерывная функция Она, конечно, на этом произведении окружности ограничена Да? Это ограниченная функция На этом произведении окружности Домножение коэффициентов на какую-то ограниченную величину Не портит абсолютной сходимости Первое соображение Значит, вот как... Давайте смотрим на нашу одномерную ситуацию Значит, это точка А Это точка Z Это точка дзета То есть, пользуясь тем, что Факт абсолютной сходимости Мы извлекаем просто из того, что точка Z Находится ближе к центру, чем точка дзета А теперь давайте посмотрим на это Как на функциональный ряд А для этого И скажем какие-нибудь слова про Про равномерную сходимость В общем, равномерная сходимость нам нужна под Z Если Z запретить подходить близко к окружности То тогда Значит, и то обстоятельство, что меняется Z И то обстоятельство, что меняется функция F Все можно загнать в одну константу И остается ряд Для которого мы можем написать числовую мажоранту В виде сходящейся геометрической прогрессии После чего я скажу, что этот ряд сходится равномерно А если ряд сходится равномерно Ряд из непрерывных функций сходит равномерно То его можно благополучно подчленно проинтегрировать Что, собственно, мы сейчас и проделаем И получим окончательно следующий ответ И получим окончательно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Даня, мы получили полный аналог нашего одномерного степенного разложения И плюс к тому же формулы для коэффициентов этого степенного ряда Да, в степени То есть выражение, которое стоит здесь После интегрирования это просто комплексное число Которое уже не зависит ни от чего Которое мы можем обозначить просто вот таким образом И мы получаем ряд Который к тому же у нас промажорирован числовой геометрической прогрессией Поэтому с его сходимостью на компактных подмножествах Значит, все в порядке, да? Давайте извлечем максимум из нашего рассуждения Значит, первое, что мы получаем Это то, что функция представляется В виде суммы сходящегося степенного ряда Где она представляется? Она представляется в произведении кругов То есть у нас вот Значит, это наша точка А Это произведение кругов Интегрируем мы По остову Z бегает И если Z бегает по компактному По компактной части Это произведение кругов Называется полидиском или поликругом Полидиском А, соответственно, произведение окружности Называется остовом полидиска И вот в такой ситуации Когда Z бегает по компактной части Нашего полидиска Мы имеем равномерную сходимость Нашего степенного ряда Это первое Второе Да При этом Прошу обратить внимание Что, как и раньше Всякий раз То есть в одном переменном Если у нас функция была гламорфная В какой-то области И круг помещался в этой области целиком То там нам была обещана сходимость И здесь совершенно так же Если полидиск целиком помещается в такой В области, где функция голомошна В этом полидиске Значит, вот будет такая сходимость Второе У нас имеются формулы для коэффициентов Вот они написаны Из которых мы В свое время получали Неравенство Каши Которое мы Совершенно так же С легкостью получим и сейчас Ну давайте чуть позже Вот Хотелось бы Значит, чтобы завершить процесс Определения голомошной функции Сделать следующий шаг А что нам нужно сделать Чтобы сделать следующий шаг Пусть у нас есть функция Которая в окрестности В окрестности каждой точки В некотором полидиске Представляется Сходящимся степенным рядом Почему у этой функции А Почему эта функция Вопрос Почему эта функция Голоморфна по каждому Переменному Это функция голоморфна По каждому переменному Но ровно потому Что кратный степенной ряд Который там написан При Если заморозить все переменные Кроме одного Он становится просто Обычным степенным рядом А мы про него знаем Что сумма Обычным степенным рядом Сходящимся в своем круге И мы знаем Что в этом круге Он будет давать Функцию с комплексной Производной То есть Там По крайней мере Производной По соответствующей Де чертой Не будет Тем самым Все Уравнения Коши Риммана Повторяю это Рассуждение Для каждого перемена Мы получаем все Уравнения Коши Риммана Вопрос Почему Там будет Полный дифференциал Полный дифференциал Как вы помните Мажорируется Классом С1 То есть Непрерывными Частными Производными Почему 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 У нас имеются Непрерывные Частные Производные Потому что У нас есть Теорема О возможности В круге Сходимости Почленно Дифференцировать Наш ряд Если мы Это проделаем Проделаем Мы получим Такой же Степенной ряд С такой же Оценкой Которая Позволит Нам говорить Что он Сходится В том же Самом Полидиске Полидиске Тем самым А у нас Есть теорема Относительно Относительно Предельного Перехода Для Производных Для этого Нужно Чтобы производные Равномерно сходились Ну и еще Сходим С какой-то точки Все это есть Поэтому По стандартной Теореме У нас есть И Класс С1 И Уравнение Каширимена По каждому Переменному То есть У нас есть Вот та Компле То есть У нас есть Дифференциал Который является Комплексной Линейной функцией То есть Мы вернулись В пункт Первый Нашего определения Итак У нас в сторонке Остался пункт С интегралом По контуру И здесь И здесь я хочу Сформулировать Утверждение Которое Вполне аналогично Интегральной Теореме Каши Выглядит она Следующим образом Да Но для Значит Того Чтобы Говорить Про это Нужно погрузиться В контекст Теоремы Стокса Помните Помните Была такая Да Теорема 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 не только с вещественными, но и с комплексными коэффициентами не представляют никакого труда. Все формулировки остаются в силе. Вот рассмотрим вот такую. Да, тут возникает некая особенность, связанная с тем, что если наше исходное пространство это было действительно комплексным пространством, с вещественной точки зрения, это двоймерное вещественное пространство, там есть две группы переменных, х и у, здесь у нас возникает одна группа переменных, но формы... В вещественном варианте там было слово форму властепень. Форма степени. Один форма, два форма и так далее. Здесь все тоже остается. То есть вот это N форма. Ну, у нее, соответственно, N дифференциалов, соответственно, это N форма. Но кроме степени, в комплексной ситуации у нас есть B степень. То есть про эту форму можно сказать, что это не просто форма, N форма, а это форма без степени N0. Здесь N голоморфных дифференциалов и ни одного антиголоморфного. Соответственно, на формах, если вы помните, действовал оператор внешнего дифференцирования, а в нашей ситуации оператор внешнего дифференцирования распадается в сумму двух вот таких. Оператор внешнего дифференцирования повышал степень формы на единицу. Значит, вот если посмотреть на эти составляющие, то вот этот круглый, без черты, он повышает первую, он действует на бестепень PQ, переводит в P плюс 1Q. А, значит, соответственно, антиголоморфный дифференциал, он повышает антиголоморфную переменную на единицу. Возникает такая своя арифметика. Итак, коль скоро это N-форма, то N-формы положено интегрировать почему-то N-мерному, почему-то вещественно N-мерному. Причем, если смотреть полный аналог, то в одномерной ситуации там речь шла о том, что мы интегрируем по границе чего-то двумерного, то есть по границе области. И здесь мы тоже хотим интегрировать по границе, то есть если мы хотим, чтобы граница была N-мерной, если хотим, чтобы граница была N-мерной, то нам нужно что-то N плюс одномерное. Тогда, соответственно, пусть сигма – это… В контексте теоремы Стокса там говорят цепь, да? Цепи у вас были? Или почему вы интегрировали? По клеткам, под цепям, по поверхностям. Хорошо, тогда пусть это будет поверхность, N плюс одномерная поверхность с границей, и, соответственно, вот это будет ее, это граница, да? Тогда в соответствии с теоремой Стокса интеграл по границе этой самой клетки, этой самой поверхности, от этой N-формы есть интеграл по самой клетке от дифференциала этой формы. То есть поверхность представляет собой что-то N плюс одномерное, и по этой N плюс одномерной поверхности мы интегрируем форму степени N плюс 1. Ну, давайте посмотрим, а как устроена как устроена дифференциала этой формы. Он устроен совершенно понятно как. И если эта функция является гламотной, то ее дифференциал это форма, которая выражается только через комплексные дифференциалы, да? А у нас уже здесь присутствует полный набор комплектов дифференциалов, внешнее произведение, антикоммутативная операция, и ясно, что в такой ситуации этот дифференциал равен нулю. И вместе с ним равен нулю, значит, равен нулю. То есть, если форма гламошна, то этот интеграл равен нулю, и тем самым равен нулю этот интеграл. Можно сформулировать и обратно, можно это свойство гламошных функций сформулировать в виде критерия гламошности, но я этого не буду делать, если хотите, посмотрите в шаббете. То есть, можно сформулировать это утвердить, ну, точнее, сформулировать можно и сейчас, а именно, если для любой n плюс 1, такой ситуации, которую мы описали, этот интеграл равен нулю, то функция гламошна. И вот такая, скажи, вернемся к степенным рядам про степенные ряды в нескольких переменных следует поговорить подробнее потому что ну то что мы тот обзор который мы сделали а вот все-таки мы не сформулировали неравенство каши а это нужно было сделать это нужно было сделать значит вот смотрите поскольку у нас а а а а а Посмотрим на этот интеграл как на повторный, то есть он написан как кратный, посмотрим на него как на повторный, и начнем оценивать с помощью обычной оценки, которая у нас есть. Да, при этом введем такую характеристику М от Ро. М от Ро. М от Ро. М от Ро. То есть максимум модуля функции на произведении на этом самом инмерном Торе. Тогда мы можем написать с помощью стандартной оценки. Неравенство, которое является естественным общением неравенства каши. В частности, здесь есть масса применений. Например, можно получить сразу теорему Лиу-Вилля для многих переменных. Или усмотреть, что если функция растет не быстрее какого-то многочлена, то это и есть многочлен. Но так тем не менее, значит, имеется неравенство каши. Нет, все-таки мы уже начали говорить о свойствах гламурных функций. Давайте все-таки поговорим. А к степенным рядам тогда попозже вернемся. Первое свойство – это что-то вокруг теоремы единственности. В том виде, в котором теорема единственности имела место, ее, конечно, нет. Но по той простой причине, что в пространстве функций даже двух переменных, z1, z2, если мы возьмем какую-то координату, которая, конечно, является гламурной функцией, то множество ее нулей – это комплектная прямая. То есть, если мы напишем там. Это вовсе не точка, как это было в плоскости одного комплектного переменного, а это некое множество. То есть, если буквально переносить, теорема единственного не имеет места, а именно, неверно, что множество нулей и гламурная функция – это дискретное множество. Оно перестает быть дискретным. Но между тем, есть ли функция… Ну, например, было такое свойство гламурной функции, что ее ряд, если функция разложена в степной ряд, то этот ряд является ее рядом Тейлора. Это остается, конечно, в силе и по тем же самым причинам, потому что степной ряд можно подчленно дифференцировать. Поэтому, значит, взяли разложение в степенной ряд, подставили Z, равное нулю. Получили свободный член. Получили, что C0, 0, 0, 0 – это F0. Продифференцировали этот ряд по первой переменной. И опять подставили. Получили, что C1 есть производная по Z1, 0. Значит, и повторяя эту операцию, нужное число раз, мы получаем общую формулу, а общая формула будет выглядеть так, что этот коэффициент есть удачи-я, и, да. Вот так вот. И вот так вот. » То есть мы констатируем, что коэффициенты, как и раньше, являются производными. То есть ряд является рядом Тейлора. В частности, это означает, что если все производные в точке обратились в ноль, то функция в окрестности этой точки тождественно равна нулю. То есть там, где можно нарисовать полидиск, который помещается в области функции гламорфного, там работает степенное представление, а коэффициенты уже обратились в ноль, значит это представление будет нулевым. Дальше форму Теоремы Единственности мы формулируем в такой мягкой форме. А именно, если функция в окрестности какой-то точки обратилась в ноль, то это функция тождественной ноль. То это функция тождественной ноль. Доказательство абсолютно такое же. Соединяем две точки, ну и показываем, что множество точек, где степенной ряд нулевой, открыто, замкнуто и не пусто. И тем самым оно распространяется на всю эту кривую и заполняет все точки области. То есть Теорема Единственности. Но между тем, прошу заметить, что бывает, вот, хотя гламорфная функция может обращаться в ноль, не будучи тождественной нулевой, может обращаться в ноль на каких-то вот таких плоскостях комплексного пространства. Но вот если это маленькое упражнение, если гламорфная функция, гламорфная в окрестности нуля обратилась в ноль вот на такой, тоже двумерной, вещественно-двумерной плоскости, то она тождественной ноль. Понятно, да? Дальше. Что у нас там обычно было после, ну, например, принцип максимума. Например, принцип максимума. Совершенно так же продолжает работать принцип максимума. По следующей причине. Пусть в какой-то точке, пусть в какой-то точке, гламорфная функция достигла своего нестрогого локального максимума модуля. Нестрогого локального максимума модуля. В одном переменном мы из этого заключали, что функция константа. Сейчас мы сделаем то же самое. Рассуждение следующее. Проведем через эту точку одномерную комплексную прямую. Что такое одномерная комплексная прямая? Это значит, что мы взяли эту точку в качестве стартовой, взяли направляющий вектор и пишем... И пишем... То есть, н-мерная, 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 одномерная, да? Т одномерный комплексный параметр. Ну, это как вас учили в аналитической геометрии, как записать прямую в параметрическом виде. Соответственно, если мы рассмотрим сужение нашей функции на эту прямую... Мы получим голоморфную функцию одного комплексного переменного t. А почему, кстати, голоморфную? А потому что композиция... Потому что вот... Ну, сама функция голоморфная. А вот это отображение прямой в пространство тоже голоморфное. Тут я, конечно, значит, должен сказать... Удобнее сразу, кроме слова функция, говорить слово отображение, да? С голоморфностью отображения все совершенно так же, как в обычной ситуации. Под голоморфностью отображения задается набором функций. То есть, если функция – это отображение н-мерного пространства в одномерное, то если мы хотим говорить об отображении н-мерного пространства в н-1-мерного, в н-2-мерное, соответственно, нам нужно взять н-2 функции, н-1 комплексных переменных, да? И голоморфность означает голоморфность покоординатная. Голоморфность каждой из этих функций. Значит, легко... Поскольку у нас есть теорема о том, что дифференциал композиции – композиция дифференциалов, а композиция комплексно-линейных функций, конечно, комплексно-линейна, да? То отсюда мы получаем, что композиция голоморфных отображений голоморфна. В частности, вот, пожалуйста, мы получаем голоморфную функцию. Это голоморфная функция одного комплектного переменного. Для него тем самым выполняется принцип максимума. И тем самым она его нарушает, значит, она на всей этой прямой константа, да? Это функция одного переменного. Поскольку в этой точке достигается максимум, значит, на всей этой прямой это будет констант. Итак, мы можем это рассуждение провести для любой прямой, а такими прямыми можно заполнить всю окрестность. И тем самым все эти константы должны быть согласованы в этой точке, тем самым это одна и та же константа. А если функция константа в окрестности, то по теореме единственности она та же самая константа везде, да? Принцип максимума. Голоморфное отображение. На многозначные функции, ой, на функции нескольких переменных можно благополучно перенести всю нашу технологию аналитического продолжения. Потому что вся эта технология держится на теореме единственности. А теорема единственности в том виде, в котором она нам нужна, она у нас есть. То есть, если функция обратилась в ноль в какой-то окрестности, то она будет нулем всюду, где она гломорфна. Вся терминология с элементами, с аналитическим продолжением, с ростками, с продолжением по кривой остается в силе. Ну, там, то есть, тем самым нам разрешается, например, что-нибудь вот такое. Вот, пожалуйста, ярко выраженный пример многозначной функции. Что вы думаете о множестве особых точек? Ясно, что... Ну, и вообще, по каким путям и где продолжим? Ясно, что особым множеством является множество, такая z плюс w равно нулю, это комплексная прямая в двумерном пространстве. Во всех остальных точках есть ровно два ростка, которые продолжаются по всем путям, не заходящим в это особое множество. При этом обход вокруг этой прямой, а с топологией здесь все в порядке, потому что в четырехмерном пространстве мы ходим вокруг двумерной плоскости, а дополнение к двумерной плоскости не односвязано. Дополнение к точке в четырехмерном пространстве односвязано, а дополнение к этой прямой не односвязано. Да, автоматически переносятся все теоремы на функции многих перемен. Автоматически переносятся все теоремы типа принципа компактности. Теорема Вейштрасса о равномерной сходимости. То есть если есть последовательность или ряд, сходящиеся равномерно на компактных подмножествах, то предельная функция обязана быть голоморжной. Есть один нюанс, который, наверное, тоже следует обсудить. В нашем определении голоморфной функции была некая цепочка. Мы стартовали с первого условия насчет того, что у нас имеется комплексный дифференциал. Комплексность дифференциала означает то, что он голоморфен по каждому переменному по отдельности. Давайте зададим себе следующий риторический вопрос. А если у нас есть голоморфность по каждому переменному по отдельности, но нет условия существования полного дифференциала. И вообще нет больше ничего. Должен сказать, что даже в такой формулировке все отсюда следует. что из голоморфности по каждому переменному по отдельности следует голоморфность в том смысле, который мы обсудили. То есть функция является голоморфной во всех этих смыслах. Но доказательство этой теоремы, а теорема называется теоремой Хартокса, является не очень простым. И для того, чтобы понять, в чем здесь трудности, я могу сослаться на задачу из известного вам задачника Демидовича. В Демидовиче есть такая, ну не знаю, наверное, раньше была, наверное, и сейчас есть. Номер не помню. Задача следующая. Она выглядит вполне вещественной. Значит, имеется функция, вещественная функция на плоскости двух вещественных переменных. Значит, f от x, y. Эта функция при каждом x является многочленом по y, и при каждом y является многочленом по x. Доказать, что это многочлен. Это верно. Все, спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...